МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочий день старшего участкового Михаила Ильина с напарником Александром Шиндяпиным начинается с так называемой отработки административных материалов. Идут к тем, на кого пожаловались соседи. До 80 подобных обращений поступает ежедневно в первое отделение полиции Одинцова. Аркадий громко слушает музыку по ночам, его непонятные гости шумно ругаются. Жена с ним не живет, но тоже пишет на него жалобы. С другими жильцами пришло заявление писать. Это нормально? Ну а в чем проблема-то тогда? Я хочу, чтобы ты бросил пить, нормально стал жить. Ты хочешь, чтобы я это... Квартиру свинарник превратил, вообще. Жена говорит, у Аркадия были золотые руки, но все погубил зеленый змей. Что ты хочешь? Квартиру в сумму? Какая квартира? Она такая же, как и... Если у вас проблемы какие-то с зависимостью, давайте вас в наркологическое отделение... Можайская 55. Бесплатно вылечат все. Мужчине выписывают повестку, будут составлять протокол. Высшее образование у Михаила диплом института МВД не готовило полицейского к тому, чтобы ежедневно наблюдать, как множество, в общем-то, нормальных людей постепенно скатываются на дно. Но сердце не очерствело. Капитан не сразу подбирает слова, как он относится к таким людям. Следующий адрес – внезапная проверка ранее судимого лица. На участке Михаила 54 человек у освобожденных условно-досрочно. По решению суда их регулярно и без предупреждения навещают полицейские. Смотрят, как живет. Не появилось ли в квартире у безработного неожиданно дорогих вещей? Не злоупотребляет ли алкоголем? Работа эта постоянная, каждый раз, как в первый. Человек может сорваться в любой момент. Ну, хорошо, молодец, справляешься. Молодец. Называется такая работа профучет, и подпадают под него не только досрочно освобожденные. Профучет попадает, ну, много групп. Это, например, условные, условники, условно-осужденные лица, административный надзор, владельцы гражданского оружия, семейно-бытовые дебошины, лица больных алкоголизмом и наркоманией, лица, состоящие в учетах в психиатрическом диспансере. Вы увидели только первые два часа обычного рабочего дня участкового полицейского. Михаилу Романовичу почти 30 лет. На своем участке работает уже 8. Женат, есть ребенок. Осенью ожидается прибавление. Говорит, конечно, рассчитывает на карьерный рост. Но как человек служивый, все оставляет на усмотрение начальства. Главное, свою работу делать хорошо. Скажите, пожалуйста, а есть у вас какая-то мечта? Вот не обязательно связанная с полицией. О чем мечтает участковый? О том, чтобы был на территории порядок. И порядок и спокойствие. Порядок и спокойствие в Одинцовском округе обеспечивают около сотни участковых. Ежедневно разбираются с бытовыми конфликтами и нарушителями общественного порядка. В общем, обеспечивают для обычных граждан возможность жить нормальной жизнью.